Вы крайне эмоционально высказывались о выборе украинцев. Что не так с этим выбором? Ну, пожалуйста, все перед нами. Пожалуйста, смотрите, что не так. Смотрите, всего год назад. Всего год назад быть гражданином Украины означало быть гражданином страны, которая воюет за свою независимость, противостоит одной из самых мощных армий в мире, одной из самых сильных недорейхов в мире. То есть Украина сжала зубы, сцепилась и начала драться с захватчиком. Это было всего год назад. И год назад Украина в мире воспринималась именно так. Как Украина воспринимается в мире сейчас? Смотрите, вот этот американский комик выпустил вчера эту сценку про то, что в Украине выбрали президента, что за, не знаю, как переводить, фактап кантри это должно быть, да? Все части этого глупого Уотергейта еще тупее, чем вы можете представить. И даже сам украинский президент Владимир Зеленский выглядит нелепым дураком. Раньше он был комиком, игравшим в ситкоме роль президента Украины. Хотя самый интересный факт. Одна из его комических сцен, где он и другой артист изображали, что играют на рояле с помощью, ну, сами увидите. Да этот чувачок может стать солистом в импичменте американскому президенту. В какое время мы живем? Смотрите, что сейчас идет, какие скандалы идут по поводу тех же самых переговоров Владимира Александровича с Дональдом, как его там по-батюшке-то... Ну, Трампом. Фредовичем, да? Гигантские репутационные потери. Гигантские репутационные потери, когда действительно Украина из движения того, чтобы стать действительно субъектом международной политики, отодвигается опять на задворке, да? Когда действительно начинают решать существование Украины уже без Украины. Это произошло всего за год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова